Всем привет! Вы на канале Tetra Games. С вами Вирт. Итак, это уже третье видео, в котором мы проходим вместе с вами игру Stellar Hub. Напомню, это симулятор орбитальной станции. Такая вот стратежка экономическая. В первых двух видео мы создавали вот эту самую станцию. Сначала мы делали минимальные основы для ее существования. Во втором видео мы создавали автономность ее. Соответственно, сейчас у нас все это есть, все это работает. И на это видео я ставлю другую задачу. Мы будем изучать технологии, связанные с туризмом. И попробуем устроить такой вот, в общем, маленький космический туристический курорт. В общем, сделаем все, чтобы к нам прибывали туристы. Ну и параллельно, я думаю, пока мы будем строить, еще исследуем оборонные технологии, которые уже чуть позже, в следующем видео, будем обстраивать уже полностью оборону. А пока что, будем строить туристическую часть. И надеяться, что нас пираты все-таки здесь не доконают. Итак, сразу вхожу в научное дерево технологий. И, 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 выбираем. Так, так, так. Технология хранения, наука, коммуникации нам понадобятся чуть позже. Чуть-чуть попозже. А начинаем исследовать туризм. Ну и давайте посмотрим, что у нас вообще с прошлого выпуска вообще. Что у нас происходит. Еда нормально готовится. Так, ресурсы, в принципе, в нормальном состоянии добываются. Хорошо. Так, один есть бездельник. Куда, интересно, я его собирался. Он ветеринаром собирался, что ли? Ну, может быть, посмотрим. Один медик нам. Да, 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 да. Вот, может быть, я его под медиком. Точно. Хирургия, терапия. Его нужно в медицину направить на случай. Если первый медик сам заболеет. Такое же тоже бывает. О, у нас уже первый заболевший. И мы их отправляем в медотек. Так, конечно, вот только закончил работу. Давай, иди, блин, уже заканчивай свою работу. А то ты нам сейчас полстанции заразишь. И тут будут ходить тифозники всякие. Ладно. Вроде бы больше... Я так визуально окинул всех работников на станции. Вроде бы их больше никто не болеет. Вот есть такая вот сверху иконка такая. Как будто клякса. Это значит, чем-то он болен. В принципе, при описании можно посмотреть. Скорость и мораль снижены. Неудивительно. Так. Металлы есть. Пластик есть. Потихонечку все это тут делается. Хорошо. О, хорошо, когда наука еще деньги приносит. Исследовали туризм. Я так думаю, что нам нужно... Это позволяет строить пассажирский порт. Давайте сразу апартаменты начнем делать. И пока все это дело исследуется. Наверное, я думаю, нам нужно построить этот самый порт. Ну, тут что-то где-то взрывается. Нас это не очень волнует. Пассажирский порт. Стоит по ресурсам много. Особенно пластик. Пластика дохрена полоса стоит. У нас его нет. Давайте перекинем, где мы это сейчас будем все отстраивать. Можно либо вот в этой части отстроить. Внизу. Либо вот в этой. Но тут вот эти астероиды. Возможно, мы их еще не следовали. Информацию. Можно добывать. Что именно тут такое за астероидики? Что за поля? Ну, давайте. Ладно. Давайте, может быть... Внизу, не внизу, или наверху. Лучше вот в этой части. Давайте будем строить всю... Все наше туристическое... Весь беспредел, который мы здесь будем устраивать. Итак, сразу же строим пассажирский космофорт. На него нужно 40 пластика. Немеренно просто. Кстати, также напомню, что я играю в Изи. Соответственно, здесь все будет просто. Облако газа у нас бесконечное. И именно за счет него мы будем с вами жестко и нагло барыжить. То есть, потихонечку добываем кислород. И всем торговым кораблям мы будем его продавать. За счет этого будем ощутимо прибавлять нашу... Нашу прибыль. Рабочие начинают таскать. Довольно-таки неплохо он так перенес. 35 за один раз. Так, где-то летят астероиды. Ну, защититься нам от астероидов нечем. Ну и хрен. Уже есть возможность строить апартаменты. Ну, что ж, если есть такая возможность, где-где-где? Вот апартаменты. Надо строить, значит. Ну, а то что. Пусть будут апартаменты. Вот эти закрытые клеточки, они откроются, когда мы построим еще один хаб. Второй. Тогда вот эти дополнительные клеточки с замочками открывают. Соответственно, нам нужно будет построить раз, два, три, четыре. Ну, как минимум еще четыре хаба. Чтобы открыть полностью все клетки. Ну, я думаю, мы до такого маразма не дойдем. Какой-то чувак погиб. Это грустненько. Давайте посмотрим. Кого нам не хватает? Ботаники, фермеры, ученые, уборщики. Ну, вот не хватает оператора кислорода, поскольку мы кислородом собираемся барыжить. И, наверное, техника нужна еще одна. Может быть, даже еще уборщика одного. Не знаю. Может быть, закажем кого-нибудь. Где-где-где? Станция снабжения. Давайте посмотрим, кого бы нам было бы удобней. Ботаника, металлургия, наука. Ничего, нормальные чуваки вообще есть? Производство алкоголя. О, производство алкоголя. Прямо наш случай. Так. Это медик потенциальный. Что-то это дорогие какие-то чуваки очень. Надо какого-нибудь дешевого чувака на уборку поставить. И еще техника. Сила, скорость и ум. О, идеально. Вот этого чувака. Я пока все. Больше не будем пока. Переусердствовать. Зато мы сейчас назаказываем. И потом будем хвататься за голову, как нам это все прокормить. Нет. Еще подумал на обработку добавить еще одного чувачка. Но я думаю, пока не стоит. Итак, металла до хрена, пластика ни хрена нету. Что делать? Вот, летит торговый корабль. Надеюсь, к нам пристыкуется сейчас. Еще научный проект не выбрали. Давайте бар построим. Изучим, точнее. Ага. У нас отвалилась эта хрень. Которая добывала кислород нам. Вот ведь неприятность какая. Неужели это так и долбанули астероида? Ну что ж, ладно. Пока кислород не кончился. И мы тут вообще все не окочурились и не задохнули. Что это за глюки какие-то тут? Корабль не долетел и глюки появились. Напомню, игра в данный момент в альфа-тесте. Поэтому будем прощать ей некоторые огрехи. Так, вроде бы все, кто болел, вроде бы выздоровели. Техники потихонечку чинят в плохое состояние. Что вы говорите? Ну да ладно. Так, нам каким-то образом нужно сейчас кучу пластика добыть. Вообще идеальный вариант это продать кислород. Продать кислород и... Вместо него Купить как раз тот самый пластик. На эти же деньги. Потому что производство, собственное производство пластика, Ну пока что, откровенно говоря, не очень у нас идет. Так, сейчас они добывают. Вот давайте, пожалуй, мы начнем Эти минеральчики собирать. И штаббовать пластик. Таскают пластик? Таскают пластик. Но очень медленно. Чтобы не тянуть время, я ускорю сильно игру. И они сейчас быстренько натаскают. Главное, чтобы за это время они все нахрен не задохнулись. Это у нас выскакивает окошко о повышении заработанной платы. Ну что ж, ждем. Ждем, ждем, ждем. Быструю перемоточку включаем. Очень медленно, конечно, производится все. Или даже не производится. Так. Насколько я помню, у нас два бездельника появилось. Один должен быть у нас уборщиком. Уборка станции. И второй должен быть, по-моему, на производстве. На производстве я отпускаю его. Что здорово, что у нас очень похоже ученые хорошо развились. И вот они вовсю изучают технологию. За каждую технологию, помимо самого изучения, мы еще получаем прибавку в 5000 кредитов. Так. Еще один заболевший. Лечиться. Позволю заразу разносить по станции. Хватает ли у нас еды в данный момент? Давайте посмотрим, где наше кафе. Кафе, кафе, кафе. Где-то тут было. Что-то я потерял. Вообще, она у нас... Вот она. 829. Нормально. В принципе, нормально. Почему-то вы починили этот торговый шлюз. Но... Корабли почему-то не летят. Я вот очень хочу попытаться побарыжить кислородом. А пока что все как-то очень грустно выходит. Возможность строить кафе. Хорошо. Хорошо, хорошо. Вип-туризм. Давайте уж исследуем так туризм, чтобы прям вот вообще-вообще прям все отворились от счастья. Короче, построили мы кучу отсеков. Точнее, заказали строительство. И тупо у нас не хватает... Так, кажется, я уже вижу больше одного зараженного. И меня это начинает настораживать. Вот, нам появилось у нас сообщение о том, что на станции кончается кислород. Вы видите, 49 из 500. Добывать мы его не можем, поскольку сраные астероиды разбомбили просто кислорододобывающийся сектор. Это неприятно. Но с этим ничего поделать мы просто не можем. Я просто, честно скажу, я очень не хочу заказывать добычу, допустим, временную хотя бы кислорода или пластика, которой нам так не хватает со станции снабжения. Потому что мы просто разоримся, если будем такие маневры делать. Что-то у нас много очень заболевших. Я бы даже сказал, чересчур. Прям вот слишком. Медикаменты потихоньку кончаются. Это, конечно, плохо. Поэтому давайте мы здесь выставим вот так вот. Производ медикаментов. Шестеренок у нас много, поэтому пока мы их... А, здесь они не производятся. Ну и отлично. Еды, в принципе, у нас дохренища. Еду мы пока тоже приостанавливаем. Не будем пока больше производить. Нам нужны вот эти пилюльки. И вот в особенности вот эти вакцины. Поставим на производство их. Что-то у меня полстанции заболело. Реально, какого хрена? Два врача и никто не может нормально ничего сделать. Какие-то все, блин, прям как... Ну и прям как неродные. У нас что, карантин, что ли? Где все торговые корабли? Никто не швартуется. Что за хрень вообще? Что за хрень происходит? Вроде все раньше было в порядке. Вынуждает меня игра купить пластик. Ну, я вот купил 14 штук. Ну, сколько есть? Можно еще, конечно, органику купить до кучи. Мне это, в принципе, не очень много выйдет. Хотя органики у меня много. Не, органика мне не нужна. Что-то я вообще говорю такое. Ну, хрена мне органика. Нам нужны минералы. Но, как я вижу, минералы стоят даже дороже, чем сам пластик. Я могу 14 пластика заказать. Минералы у нас, в принципе, есть. Ну, давайте штучек 30 я закажу. Или даже побольше. Вот. Этого количества, вот я заплатил 7 тысяч. Этого количества у нас точно уж и хватит. И немного еще кислорода. Давайте закажем, чтобы продержаться какое-то время. Да, выходит дорого. Но выбора нету. Поэтому я все это заказываю. И начинаем надеяться на лучшее. Потому что сейчас, как вы видите, во все станции падает кислород. Соответственно, вот эти иконки отображают состояние всех систем жизнеобеспечения. И они все нам намекают на то, что дело плохо. Поэтому главное не тянуть с заказом таких вот важных ресурсов. Особенно, как кислород. Нужно заранее заказывать. Потому что корабль пока еще придет. Через 40 секунд. Сейчас ускорим, разумеется. Немножко. Пока он придет. Пока то все. Пятое-десятое. Ну и в общем, долго это все будет происходить. Можно просто не дождаться. И вся станция сдохнет от потери кислорода. Продолжаем направлять в медоотсек. Не знаю, хватает у них этих лекарств. Не хватает. Вот этого нужно обязательно. Мне кажется, он не доживет уже. Когда в таком предсмертном состоянии они работают, наверняка 100% поранятся и сейчас и сдохнет прямо на рабочем месте. Поэтому отправляем всех в медоотсек. В надежде на то, что их там как-нибудь вылечат. Итак, кислород прибыл. Нам на какое-то время хватит этих ресурсов. Сейчас я надеюсь, что пластик пойдет в нужное направление. Я мог, конечно, остановить или отменить эти постройки, чтобы в кратчайшие сроки построилась кислородная станция. Вопрос к кислородам у нас был бы закрыт. Но я очень надеюсь, что... Так, есть. Сюда принесли. И все хотят прибавку к жалованию. Все больные ходят, чихают и хотят прибавку к жалованию. С ума сошли, что ли? Итак, сейчас построится отсек по давыче кислорода, который разбомбили астероиды. Так, торговый корабль покинул порт. Боже, я что-то уже совсем забыл. Торговая станция живот у нас была. Вот сейчас мы попробуем торговать чем-нибудь. У нас наверняка же что-то есть. Так, вип-туризм исследовали. Коммуникация чуть позже. Делать нечего. Давайте пока параллельно исследуем зонды. Они нам нужны, чтобы открывать эти астероиды. Так, сразу же, сразу же. Ну, как я и говорил, тот дурачок умер от ранения на производстве. Этого следовало ожидать. Значит, на производство нам нужен еще кто-то. Ну, давайте вот этого возьмем на производство. И пластика нам нужна дохренища. Просто пластика, чтобы закрыть вопрос этот вот 50. А что мы можем продать этому чуваку? Желательно дорогое. Продовольствие по 172. Ну, неплохо, учитывая, что продовольствие, еду мы делаем буквально из воздуха. Выращиваем всякую там еду, всякую хрень и продаем. Запчасти отходятся нам дороже. Поэтому нет смысла. Продаем по максимуму, просто максимально всю еду. Оказываемся еще и в плюсе. Пластик полностью с корабля весь забираем. Чуть позже мы начнем кислородом барыжить. Пока что не будем этим заниматься. Минералы, тут остальное все дорого, неинтересно. В общем, все остальное нам неинтересно. После торговли мы оказываемся в плюсе. Мы получаем кучу пластика. Избавляемся от еды, которую мы еще наштампуем. Поэтому на еду у нас появилось сообщение, предупреждающее о том, что еды не хватает. Но мы не будем насчет этого переживать. Так, лекарства потихонечку изготавливаются. Так, для вакцины вот здесь потребуется немного минералов. Включим доставку. Потому что, похоже, лекарства обычные исследовались. Не исследовались, а производились. А вакцины нет. Из-за того, что я сюда отключил доставку минералов. Болезнь вроде бы более-менее... Нет, не особо. Не особо. Но я пытаюсь с ней бороться. На станции она гуляет. Кислород кончается. Опять, как вы видите, сильно падает производство. Производство системы жизнеобеспечения подачи кислорода во всех абсолютно отсеках. Но я думаю, что мы успеем надышаться кислородом. Потому что отсек уже вот-вот будет готов. У нас добытчики. Вот добытчик есть. Правда, он почему-то болен. Но я надеюсь, что он даже в таком состоянии выздоровеет и будет все хорошо. Если будет все хорошо, он не добудет нам кислорода и мы все сдохнем. Вся надежда на него. Вылечит его здесь или не вылечит? Есть ощущение, что его не вылечит. Почему-то. Производится все очень медленно. Таскают. Ни хрена не таскают. Сдохнет, наверное. Так и сдохнет Масяня на улице. Как вы помните. Ну, блин. Давайте закажем, что ли, за деньги у них этот гребаный кислород. Хотя бы чуть-чуть. Пусть ненадолго, но это отсрочит нашу катастрофическую просто ситуацию. Нужно еще заказать кислорода. Дорого. А что сделать? Ну, я уверен, что мы отобьем этот показатель. И никаких проблем с этим не будет. Тем более, что у нас денег опять-таки много. Мы только что продали кучу еды. Поэтому покупаем кучу кислорода. Надеемся, что его вовремя доставят к нам. Ну, а потом уже, я думаю, разберемся, что к чему. Тем более, что вот уже человечек-добытчик кислорода пошел в бой. Надеюсь, он уже начнет сразу же добывать. И нет. И он решил куда-то в другое место пойти. Он решил, видимо, отдохнуть. У него плохое настроение. И его, видимо, устраивает то, что на кислороде кончается станция. Это странно. Знает, что скоро все сдохнут. И он такой, отдохну-ка я. Вот этот вот гад. Посмотрите на него. Гад. Ее зовут Елена Диас. Ну, и фамилия как у шлюхи какой-то. Ладно. Диас. Давай-ка ты, Диас, добыть кислород. Иначе через 5, 4, 3, 2, 1 все сдохнут. Вот он начал добывать кислород. На станции его почти не осталось. Корабль со снабжением летит. Через 10 секунд он доставит кислород на станцию. Успеет ли? Успеет ли кислород поступить во все отсеки станции? Сейчас прямо и узнаем. Итак, есть. Кислород доставлен. Видите, циферка побежала. Прежде всего, циферка побежала вот отсюда, потому что начал добывать кислород. Все с кислородом, все в порядке. Разобрались. Это был очень острый момент, но мы это сделали. Итак, сейчас я предлагаю посмотреть. Вот построился пассажирский порт. Сюда будут прибывать наши пассажиры. Вот в этом отсеке апартаменты. Человечки будут спать. За что они будут платить нам денежку. Также мы должны построить бар. Бар-бар-бар. Бар-бар-бар. Мы построим вот... Блин, нет. Сюда они будут долго бежать и будут долго тупить. Ну, видимо, сюда мы построим. Бар-бар-бар. Ну, да. Систем зондов еще не следовалось. Отдых. Вот, бар. Отлично. 12 и 20. Пластика по-прежнему не хватает, но мы его производим. Что хороший плюс. Так, давайте посмотрим. Кто к нам приехал? Добыча кислорода и металлургия. Рабочие не нужны. Оператор переработки нет. Уборщики, техники. Так, нас шантажируют опять пираты. Добыча кислорода. Да. Да, да, да. Определенно тетку новенькую ставим на О-2. Потому что барыжить мы будем очень-очень-очень много. Вот очередной торговый корабль. И поскольку у нас кислорода много, сейчас мы начнем на нем зарабатывать. Вы увидите, как, в принципе, просто это делается. При бесконечном ресурсе кислорода. Так, не можем продать. Это непросто. Я вас только что обманул. Кислорода у нас просто нету. Или они не хотят его покупать. Странно. Хрен с ним. Ладно. Я не переживаю абсолютно. Зато у нас много кислорода. Пусть корабль... Торговый корабль торчит. Посмотрим, что с ресурсами. Так. Пластик производится. Металл производится. Сюда доставили. Эти минералы. Органика есть. Мясо есть. Соответственно, здесь... Зонты следовали. Супер. Соответственно, здесь у нас... Когда приходят рабочие, производится оперативненько очень. Лекарства и вакцины. Вот. Вы видите, столбики бегут. Все. Супер. Соответственно, мы в случае какой-то там задницы начнем всех опять лечить. И это хорошо. Так. Вроде заболевших нету. Я сейчас взглядом всех проверил. Да. Заболевших нету. Нормально. Так. Значит, апартаменты строятся. Бар строится. Нам понадобится вскоре алкоголь. Ну, давайте... Давайте еду закажем. А то мы еду всю продали. Давайте поставим производство еды. Больше пока здесь мы ничего не сможем заказывать на постройку. Хорошо. Пираты продолжают бомбить. Бомбят просто, сволочи, а? Бомбят нашу базу. И пока что мы ничего не можем противопоставить. Ну и ладно. А мы их не боимся. Пусть летают и бомбят. Не расслабляйся. Мы еще вернемся. Кому-то будет очень больно. Ну и ладно. Благо, это, видимо, не хард. И они не так много урона наносят нашей станции. Можно, конечно, усилить броню станции. Но я не буду это делать. Потому что... Потому что нахрен их. На изи можно об этом просто не беспокоиться. Так, давайте посмотрим, что же... Так, построились апартаменты. Уже скоро. Прям вот скоро-скоро-скоро построится барная зона. Алкоголь у нас... Я не знаю, в каком состоянии пока... А, мы не сделали пока алкоголь. Еду пока производим. Еду. Ну давайте на алкоголь тоже переключим. Опа. Замечен. Заметит. Нет, не замечен. Мне показалось, что этот больной. Но у него иконка немножко другая. Такой шарик думает. Видимо, что у него... Устал. Неплохо бы поспать. Как я его понимаю. В космосе-то уж точно хочется поспать. Везде темно. Непонятно, где солнце. Техник строит... Бар. Бар-бар-бар. То есть, туристы, которые к нам будут прилетать... Они сразу же пойдут спать. И в бар. Вот в баре алкоголь. Но алкоголя пока что нету. Давайте посмотрим, производится алкоголь-то или нет вообще. Да, алкоголь производится. Еду мы производим. Но чувак какой-то все-таки сдох от голода. Давайте посмотрим, кто сдох от голода. Кого у нас не хватает. Я не могу точно сказать, кто умер. Но я могу посмотреть, это... Чисто вот... Техник, похоже, умер. Нам нужно как минимум еще два техника, чтобы поддерживать эту станцию в рабочем состоянии. Давайте посмотрим на торговый корабль. Техник нужен. Ремонт и жизнеобеспечение. Основные параметры. Электроника нет. Ну, либо просто вот умный чувак, который будет учиться на всем этом деле. Давайте его возьмем. И второго, видимо, нам придется заказывать. Нужен техник, техник, техник. Ремонт. Ремонт жизнеобеспечения. О, ремонт. Прямо наш случай. Заказываем. Этого сразу же переводим в технари. Вот. Ремонт и строительство. Чтобы они, ну, хоть что-то начали уже делать. Да, точно вот он валяется. Я его нашел. Если мышкой двигать... Прикольно, да? Хоть бы туристы прилетели скучно здесь. Вот, смотрите. Я мышкой двигаю... Ой, не мышкой, а экран двигаю. И его тело двигается по отсеку. Это забавно. Вот, можно вправо-лево, можно вверх-вниз. Прекрасно, слушайте. О, первый корабль с туристами приземляется. Ох ты, нихрена себе. Пассажирский корабль. Ничего себе, как тут их много. Раз, два, три. Я надеюсь, что туризм нам принесет не слабые денежки. По крайней мере, если они будут, по крайней мере, ну, спать. Хотя бы, если спать будут, вот, и за ночлежку платить. Вот, апартаменты, видимо, в процессе. Общая оценка в деньгах. Сколько турист этот готов заплатить. Плохо, что мы не подготовились в плане алкоголя. Алкоголь есть, но его, по ходу дела, просто не доставили куда надо. Ну, то есть... А, во, 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 доставили в бар. Ну, может быть, они успеют еще дойти. Накормить их, к сожалению, мы не можем. Потому что у нас нету кафе. Так, еще одного ставим, которого мы заказывали с планеты. Ставим на техническую... Ну, на ремонт технаря делаем из него. Сейчас, по идее, должно пойти все в гору. Потому что туризм начал приносить свои плоды. Итак, мы исследовали из туризма практически все. Бар есть. Апартамент есть. Нету кафе. Кафе это там, где кушают туристы. Но это не столовая для персонала. Это разные помещения. Вот кафе. Итак, давайте мы его построим. Ну, вот здесь, да. Здесь они спят, здесь бухают, здесь жрут. Так, денег нет. Я надеюсь, что туристы нам очень в скором времени отвалят кучу баблища. Персонал начал заболевать. Но мы вроде бы как... Вроде бы как готовы к этому. Вроде бы. Я не уверен, правда, в этом. Органика кончается. Еды не хватает. Не, еда есть, в принципе. Еда у нас есть. Я пока временно приостановлю производство алкоголя. Хотя за алкоголь туристы достаточно неплохо отваливают. И вот это вот тоже медотек. Он сам, по-моему, даже быстрее, чем я кликнул, успел сообразить, что ему нужно лечиться. Что-то у нас многие сектора почему-то в плохом состоянии. Я сейчас назначил трех техников. Рабочие, шахтеры, медики, ботаники. Вот техники три. Но троих точно должно хватить на обслуживание станции. Так, супер, с туризмом разобрались, с этим разобрались. Давайте, я пока оборонительную систему не буду изучать. Давайте, может быть, материалы корпуса, защиту просто поизучаем, пока я не смог построить полностью туристическую всю ветку. А с вот этими астероидами мы прямо сейчас займемся. Другое вот зонт. По тысяче монеток и 300 электричества стоит отправить такой зонт. Поэтому просто вот начинаем исследовать. Так, а можем ли мы несколько зондов? Или не можем построить несколько зондов? Если не можем, то, в общем... Ага, электричества не хватает. Слабая активность солнца, 39. И мы не можем отправить еще один зонд. Тупо не хватает электричества. Так, стоимость строительства. О, отлично. Давайте уменьшим стоимость строительства. И когда мы начнем строить оборонительные различные вышки... Ох, нихрена себе, тут что-то взорвалось. Нет, нет. Все-таки врезался. Поганая строит. Так, электричество пошло в гору. Здесь скоро зонд откроет. Еще строим еще один зонд. Надо попытаться. Так, строим. Сейчас электричество подкопится. И мы, я думаю, все неизвестные вот эти с вопросиками... Такие маленькие астероидные кучки. Ну, разберемся, по крайней мере, что в них там вообще происходит. Что там, что к чему. Может быть, там будут дополнительные какие-то ресурсы. Так, туристы, туристы, туристы. Есть где-то еще какие-то туристы. Это все наши. Торговля. Понижение продажных и закупочных цен на лекарства. То есть, вы хотите сказать, что мы можем сейчас закупить как-то лекарства. Причем в обильных количествах. Чего-то корабль не улетает. Как понять, сколько в этом корабле туристов в данный момент гуляет по станции? Это вот наш ботаник. Бухает в нашем же кафе. Прожирает наш алкоголь. Шикарно. По башке бы ему давать. Этому алкоголику. О, достаточно много органики. 84. Используется ли она так же быстро и качественно? Вы знаете, рабочие тратят много времени на то, чтобы притаскивать объемы по 20 штук. То есть, органики, мяса или минералов. Давайте, может быть, следующим ходом мы исследуем объемы хранения на самом производстве. Этот блок можно прямо сейчас этим, кстати, заняться. Оптимизация. Плюс 100% к емкости грузового отсека завода по переработке. Нам вот эта штука нужна, чтобы увеличить потенциальный запас ресурсов для производства на вот этих перерабатывающих модулях. Поэтому я постараюсь не забыть это и сделать сразу после изучения вот этого нано-каркаса. Итак, последний модуль у нас. Так, это мы что-то открыли, нам немножко руды дали. Ну, ладно, ладно, хорошо, кто ж против-то? Давайте еще вот здесь зонд забабахаем. Узнаем, что тут находится. Если ничего, так ничего. Ресурсы откроем тоже неплохо. И вот здесь. Пока больше электричества нету, чтобы соорудить такие зонды исследовательские. Поэтому ждем, пока с них что-то да отвалится. Так, переключим с минералов снова на добычу руды. Остался последний. Новая энерготочка на карте. Это хорошо. Это очень хорошо. Вот она, эта новая энерготочка. Сюда мы построим еще одну солнечную панель. Потому что рано или поздно станция от одной панели просто не сможет питаться. Я это сделаю прямо сейчас. Кислородная, рудная, солнечная. Вот так вот. Нужно будет ее впоследствии как-то защищать. Исследовали эту технологию. Отлично. Давайте оптимизацию ресурсов поставим на изучение. Сюда, наверное, мы сможем. Нет, сможем, не сможем. Хотел еще зондик сюда отправить, но нет. Не хватает просто ресурсов. Я вот уже жду не дождусь. У нас этого гребаного пластика не хватает. Вроде же есть он у нас. Почему его не таскают? Вот последний остался блок. Его как только достроим. И в принципе нам больше ничего уже не нужно будет. Так, еда есть. Переключаем на алкоголь. Потому что туристы любят бухать. При изучении облаков ничего не обнаружено. Зато мы теперь здесь можем строить. Какие вы щедрые. Ну прям вот охренеть. Мы туда зонд отправили. Потратили кучу денег. Они такие, ну извините. Типа там что нету. Хорошего настроения вам. Удачи пока. Ладно. Для следующей партии туристов мы готовим алкоголь. Почему-то корабль не улетает. У нас либо где-то один турист застрял. И черт знает чем он там занимается. Так. Кто-то приболел. Лечиться. Господи, кто это? Убитый такой. Убитый, убитый. С похмельем. Торговый корабль улетел. Ну и ладно, хорошо. Вот-вот уже построятся. Ресурсы полностью доставлены. Кафе вот-вот построится. Туда принесут еду. И туристы смогут... Так. Что-то взорвалось. Туристы смогут не только спать и бухать, но и кушать. Соответственно, систему туризма у нас будет очень-очень хорошо кормить. Вот, пассажирский корабль наконец-то улетает. Ну, слава богу, улетел все. Так что ждем теперь следующего пассажирского корабля, который, я надеюсь, мы гораздо лучше сможем обслужить. Подготовили как раз уже и кафе для них. И вот немножко алкоголя ждет и в баре. Надеюсь, мы все-таки бар получше подготовим для них. Что-то никто особо не работает. Как-то чувак стоит, но он как-то не особо... А, нет, тут работает. Алкоголь. Мало алкоголя. Очень мало алкоголя. Нужно больше алкоголя. Чтобы они там прям варились и набухались. Хлам. О, кафе. Сборка закончена. Так. Что ж. Друзья, основная вся полностью... Ну, может, не совсем полностью, но основная вся инфраструктура туризма на нашей станции закончена. Цель и задача этого видео завершена. Вот сюда сейчас будет потихонечку таскаться еда. Здесь они в этом кафешке. В этой кафешке будут кушать туристы. Здесь они пьют. Здесь они спят. Ну, и бродят по станции. Смотрят, какие мы классные и веселые. Вот. Собственно говоря, цель выполнена. В следующем видео мы будем строить оборонку для нашей станции. Постараемся, по крайней мере, защитить хотя бы с парочки сторон нашу станцию защитными турельками или ракетами. Посмотрим, как получится. Будем стричь уже денежку с туризма параллельно. Ну, и все. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Ну, или если вам что-то не понравилось, можете поставить дизлайк. Собственно говоря, все. Пока, пока.